Послание к римлянам Святого апостола Павла Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от части до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божия не приложены. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки! Аминь! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Матфея Святое Благовествование В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взолкали и начали срывать колоссий и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в Дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». В то время иди, Иисус, в субботы сквозе сеяния. Ученицы же Его залкашися и начаши в остерзате классы и ясти. Парисеи же, видевши, реши Ему, все ученицы твои творят, Его же не достоит творить и в субботу. Он же рече им, нести ли чли, что сотворит Давид, их дав залка сам, и сущие с ним. Каков ниде храм Божий и хлебопредложение с ниде, их же не достойно бе ему ясти несущим с ним, ток мы и иереем единим. Или нести ли чли в законе, яков субботы священницы, церкви субботы сквернят, и не повинни суть, благолю же вам, як у церкви боли есть зде. Ащили бысти ведали, что есть милость и хощу, а не жертвы, ни коли же убы бысти осуждали неповинных. Господь бы есть и субботы сил человеческий. Толкование на Евангелие от Матфея 1. В то время проходил Иисус в субботу с засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колоссия и есть. Намереваясь объяснить законные постановления, Господь ведет учеников с засеянным полем, чтобы они едением своим нарушили закон о субботе. 2. Фарисеи, увидев это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? 3. Фарисеи опять ставят в вину естественную нужду — голод, хотя сами хуже грешат. Господь же заграждает у стаях истории Давида. Давид, говорит он, по причине голода отважился и на большее. Под хлебами предложений, разумеется, те 12 хлебов, которые полагались на священной трапезе каждый день, 6 на правой стороне трапезы и 6 на левой. Хотя Давид был и пророк, однако не должно было есть их ни ему, ни тем более бывшим при нем. Их могли есть одни священники. Впрочем, по причине голода он заслужил прощения. Так и здесь ученики. Стих 5. «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Часто напоминает им, не читали ли, обличая таким образом тот суетный труд их, что они читают, не разумея читаемого. Закон запрещал делать в субботу, но другой закон, напротив, повелевает священникам в субботу приносить жертву и для жертв рубить дрова и раскладывать огонь, рассекать мясо и делать другие подобные дела. Таким образом, с одной стороны, по причине законного запрещения работать в субботу, они оскверняли субботу, когда рассекали дрова и мясо, раскладывали огонь и тому подобное, но с другой, они невинны были, потому что совершали священное действие. Господь предложил повествование Давиде в оправдании учеников, показывая, что они совершенно невинны. Смотри же, сколько обстоятельств приводит он, указывает, во-первых, на лица, ибо то были священники, потом на храм, ибо жертва совершалась в храме, также на самое дело, ибо они, говорит, нарушают субботу, наконец, присовыкупляет, что составляет главное в речи, что они при всем том не повинны. Господь наперед предложил более легкий ответ, а потом представил сильнейший. Давид однажды по нужде нарушил закон о хлебе предложение, и по рассуждению оставлено было ему согрешение. Священники же без нужды каждую субботу нарушают закон о субботе, однако прощается им сие беззаконие, по закону же. Стих шестой, но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Здесь предстоит сам Господь храма. Итак, если слуги храма, нарушая субботу, бывают неповинны, то тем более слуги Господа храма, как те, совершая священодействие, принося жертвы, имели достаточную причину к оправданию, так и апостолы. Для иудеев, по их немощи, Господь установил один день в неделю, то есть субботни, в которой они должны были оставлять обыкновенные работы, давать покой рабам и рабочему скоту, и упражняться в чтении законно и в жертвоприношении. Напротив, христианам, как более крепким, повелел всю неделю упражняться в чтении и духовном жертвоприношении, особенно же заповедал, в день воскресных ходить в храмы Божии на молитву и заниматься чтением божественных писаний, что составляет духовную жертву. Тех удерживал от прочих дел, чтобы занимались чтением закона, а последним, то есть христианам, как упражняющимся в духовном, не возбранил и прочих дел, ибо неприлично сидеть, сложа руки тем, которые не простирают их и на малое зло, а тем, которые не способны мудрствовать о высоких предметах учиться малому. Равным образом, неприлично совершенным жить одинаково с несовершенными. Закон действительно возбранял работать в субботу, а священники в субботу и дрова кололи, и огонь раскладывали. А это, по вашему мнению, не есть осквернение субботы? Ты говоришь, что те были избранные законные священники, а твои ученики не священники. На это говорю тебе, что здесь тот, кто больше храма. То есть я больше храма и нахожусь с учениками своими как владыка, поэтому они еще более могут нарушать субботу, чем священники. Стихи 7-8. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Обличает их и укоряет в унивежестве за неразумение писаний пророческих. Не следовало ли говорить быть милостивым голодным, при том я, Сын Человеческий, Господь субботы, как и всего, и виновник всех дней, поэтому как владыка я разрешаю и субботу. В духовном смысле понимая это так, апостолы были жители, жатва и колоссия верующие, их-то апостолы срывали и ели, то есть человеческое спасение было пищей и их. Это они делали в субботу, то есть во время устранения от злых дел. Фарисеи же негодовали на них. Так бывает в церкви и ныне. Между тем, как учители поучают народ и стараются принести многим пользу, некоторые, подобно фарисеям, завидуют и досадуют. Истинно слово, сказанное Господом, что человеку невозможно с приверженностью к миру приобрести любви к Богу и нет возможности при общении с миром вступить в общение с Богом и с попечением о мире иметь попечение о Боге. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Как скоро оставим Божие под тщеславию или нередко по недостатку потребного для тела, многие уклонятся от нас в иные стороны. Иные изъявили согласие трудиться для Царства Небесного и не помнят обетование, какое изрек Господь. Если все попечение ваше приложите о Царстве Небесном, не лишу вас удовлетворяющего потребностям естества видимого, но все приидет к вам вместе с прочим. Ибо не оставлю вас иметь попечение о себе самих. Евангелие от Матфея, глава 6, стих с 25 по 34. О вещах неодушевленных, о птицах, ради нас созданных, печется Господь. Ужели же не попечется о нас? Сие невозможно. Кто печется о духовном или о чем-нибудь служащем духовному, тому телесное без попечения о том доставляется соразмерно с настоятельную нуждую и со временем. А кто печется о телесном сверх потребности, тот невольно отпадает от Бога. Если же мы постараемся иметь попечение о том, что нужно ради имени Господня, то Господь попечется о том и о другом по мере подвига нашего. Впрочем, не будем стараться искушать Бога в телесном взамен душевных наших дел, но все дела свои направим к надежде будущих благ. Кто из любви к душе своей единожды предал себя добродетели и выжелал совершить дело не ее, тот не печется после сего о телесном, если это у него или нет. В рассуждение этого Бог нередко попускает, чтобы добродетельные искушаемы были чем-либо таковым, дозволяет, чтобы отовсюду выставали против них искушения, поражает их в теле их, как Иова вергает их в нищету, делает, что отступается от них человечество, поражает их в том, что приобретено ими. Только к душам их не приближается вред. Ибо невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль, тело не изнемогало в болезнях и трудах, и пребывало неизменным, если только возлюбим жить в добродетель. Если же человек проводит жизнь по воле своей, или предаваясь зависти, или губя душу свою, или делая что-либо иное вредное для него, то подлежит он осуждению. А когда пойдет он путем правды и совершает уже шествие своей к Богу и приобретает многих подобных себе и встречается с ним что-либо подобное, тогда неприлично ему уклоняться от стези своей. Но должен он с радости без пытливости принимать это и благодарить Бога, что послал ему благодать сию. И сподобился он ради Бога впасть в искушение и соделаться сообщникам в страданиях с пророками, апостолами и прочими святыми ради пути сего претерпевшими скорби. От людей ли, от демонов ли, от тела ли придут на него искушения, невозможно же, чтобы пришли и были попущены без Божия мановения, да будет сие для него поводом, к правде. Ибо невозможно, чтобы Бог, возжелавшему пребывать с ним, оказал благодеяние, как иначе, а не послав на него искушение за истину. Как и человеку, соделаться достойным того, чтобы сподобиться сего величия, то есть за божественные сии труды, войти в искушение и возрадоваться, невозможно без благодати Христовой. О чем свидетельствует святой Павел? Ибо столько велико дело сие, что апостол явно называет дарованием, когда человек уготавляется пострадать ради надежды на Бога. Павел Павел «От Бога даровося нам сие, не токма ежи в негу веровать, но и ежи по нем страдати». Послание к филиппийцам, глава 1, стих 29. Так и святой Петр написал в послании своем, «Когда страждите правды ради блажения есть те». Первое послание Петра, глава 3, стих 14. «Потому что соделались общниками страстей Христовых». «Наконец, не надлежит тогда тебе радоваться, когда живешь пространно, скорбяк же посуплять лице и почитать их чуждыми пути Божию, ибо стезя его от века и родов крестом и смертью пролагается. А у тебя откуда такая мысль? Да знай из этого, что ты вне пути Божия и удаляешься от Него, не хочешь идти по следам святых или намереваешься устроить себе иной особенный путь и по нем ходить, не страдая. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. А пути же прохладным знаем, где он оканчивается. Богу не угодно, чтобы беспечным был тот, кто ему предал себя всем сердцем. Попечение же его должно быть об истине. А из сего познается, что под Божиим он промыслом, когда Бог непрестанно посылает ему печаль. Промысл никогда не попускает, чтобы живущие в искушениях впадали в руки демонские, особливо, если они лапзают ноги у братьев, прикрывают и таят их вины, как бы свои собственные. Кто хочет в мире всем не иметь попечений и вожделевает сего, но желает и в добродетели упражняться, тот не на ее пути. Ибо праведные не только по воле своей подвизаются в добрых делах, но и невольно выдерживают сильное борение с искушениями во испытании своего терпения. Душа, имеющая в себе страх Божий, не боится чего-либо такого, что вредит ей телесно, потому что на Бога уповает отныне и во веки веков. Аминь. живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного дворица, речет Господи, заступник мой си, прибежище мою, Бог мой уповая на Него, я готов избавить тебя от сети ловча, словесе мятежно, плечма своими осенит тебе под крылею, надеющись оружием обыть истинно Его, не убоившись от страха ночного стрела летящего дни, отвечив от неприходящего от срячего беса полудиного, подета страны твоя тыща и тьма десной тебе к тебе же не приближится, обачи от чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь и куты Господи упованием мою вышнему положилось и прибежище твое, не приид к тебе злой рано не приближится телеси твоему, я к ангелам своим заповесю тебе сохранить во всех путях твоих, на руках возму тебя да никогда притнешь а камень ногу твою на аспи да и усилийско наступишь и поперешь и льва и змия я к намя уповая сбавлю покры я к познай имя мое воззовет ко мне услышу его с ними скорби и зму его и прославлю его долготою дни исполни его являю ему спасение мое возведок очи мои в горы отнюдь даже приедет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоей они же воздремлет храняй тебя сене воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твою руку десную твою во дни солнце не ожед тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою Господь Господь сохранит вхождение твое исхождение твое отныне до века. Отче наш, и живи си на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яка на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, яку же, и мы оставляем должником нашим. Не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Аллилуйя.